Всем привет! Сегодня у нас 14 ноября. Это вот у нас отец заложил делянки. То, что я обещал. Сегодня будем снимать и рассказывать, что зачем. Это вот наш отец Василий Яковлевич. Главный научный сотрудник. Агрономическое образование. Вот это он ведет эти опыты. Сейчас все подробно расскажет. Так, как вы прекрасно знаете из своего опыта, что при возделании азимных ультур есть три главных вопроса. Это первое. Предшественник. То есть, почем сеять. Потом, сроки сева. Когда сеять. И сколько сеять, это норма высева. Поэтому, значит, насчет предшественника, мое твердое мнение такое, что в нашей зоне хороший урожай и хорошее качество зерна можно получить только после чистого пара. Это однозначно. Ну, сейчас у нас, конечно, есть проблема получать азимы неплохие тоже урожаи по сои. Но сои это для нас новая культура, поэтому тут надо еще экспериментировать, анализировать и, ну, еще время нужно. Что касается следующей, значит, нормы высева и сроки сева. Значит, тут как получается? Почему-то она все отдельно рассматривается. Нормы высева, а я так подумал, а что если нам вместе все это рассматривать? Ведь если мы сеем редко пшеницу, то есть площадь питания больше и энергия ухищения, конечно, у нее больше, то, естественно, возникает вопрос, чтобы ей больше дать времени, то есть посеять раньше. Вот тут, по-моему, должен быть смысл. Вот с этой целью я как раз все эти опыты заложил. Вот, и, конечно, они тут можно сказать, что они и не серьезно, всего-навсего, каждый вариант на одном квадратном метре. Это да, с производственной точки зрения, конечно, это не серьезно. Но с другой стороны, тут мы можем смотреть и наблюдать, как растет, развивается каждое отдельное растение. Это тоже немало. Итак, вот четыре варианта. Значит, предшественник везде тут, ну, многолетняя залиш, она осенью скопана была и все лето держалась по типу черного пара. Значит, между ряди везде 30 сантиметров, не 15, не 19, а 30. А вот нормы высева и сроки посева везде разные. Везде разные. Значит, что касается сроков посева, первый посев 1 августа, а потом через 10 дней. 10 августа, 20 августа, 30 августа и так далее. На всех вариантах все то же самое. Теперь мы, значит, уже можем... Так, получается, значит, у нас... Давай, пиши. На одном квадратном метре получается 4 рядка при междуряде 30 сантиметров. 4 рядка на всех вариантов. Значит, вот вариант номер один. Вот это вот. Значит, здесь ну, очень малая норма высева. Сначала я думал, 5 штук на погонном метре, это все на все, на квадратном метре 20 штук. А потом мне показалось, мало, рискованно. Я начал и 10, вот тут 10, дальше 5, и 10, и 5, и 5. И вот уже можно какой делать вывод. При ранних сроках сева и даже малые нормы, они очень хорошо развиваются. Вот 10 штук на метре, то получается, она уже практически очень хорошо и почти с этих самых, междурядья сомкнула. Но начались какие-то вот процессы, желтеют листья, ну и пришлось первые вот две даты подстричь. Подстричь. А дальше уже идет, дальше идет отдельно, уже тут нормальный вид. Ну, на поздних сроках это уже оно видно, что слабенькое. Но здесь, на этом варианте, там была одна простая идея. Посмотреть, как пшеница растет кустами. Я думаю, мы увидим. Вариант номер два. Значит, здесь у нас уже на каждом метре погонном высвено по 50 штук на погонном метре. Это значит, на квадратном метре у нас 200 штук. 200 штук. И вот что мы видим? Мы видим на ранних сроках, вот первое, первое число, первого августа и десятого августа пришлось подстричь. Ну, даже вот на 20 августа оно видно, ну, в общем-то, они достаточно густые. Чересчур. Чересчур густые. Что касается других сроков, ну, тут уже, конечно, уже более-менее нормальные они. Они нормальные, и даже последний срок, десятого, они, он тут тоже смотрится неплохо. Неплохо. Да. Так. Вариант номер три. Значит, здесь на каждом погонном метре 100 штук семян посеяно. Ну, схожесть хорошая, практически около 100, где-то 98 процентов. Так что тут совсем все нормально. Но сразу видно, что ну, очень густые. Очень. Даже при междурядьях 30 сантиметров и то они, хотя и не переросли, вроде бы, полигонии нет, но очень густо. Явно, что 100 штук это чересчур много. Чересчур много. И только вот нормально смотрятся эти посевы при 100 штук только на поздних сроках. Вот на поздних сроках. Смотри, вот 30 сентября, 10 октября. Тут они достаточно терпимо смотрятся. Только так. А что касается равных, да и при средних сроках тоже. И, наконец, вариант номер четыре. Но в этом варианте уже тут практически уклон. Вот первая метровка здесь с междурядем 25 посеяна. В рядке, на каждый рядок посеяна 40 штук. 40 штук. И дата 25 августа. Ну, это первый срок был оптимальный, считался в советское время. Начинался себе в нашей области так. И это будет, в общем, уже с практически точки зрения. Что она будет получаться, если то, переходить на ранний срок, ну, 25 августа. И, возможно, с такими вот нормами высева. Дальше идет у нас варианты уже без рамок. Значит, тут у нас посеяно на каждом рядке 50 штук. 50 штук. Но междурядье разное. Вот 9 рядков здесь 50 сантиметров междурядье. А дальше идет 6 рядков, с междурядьями 70 сантиметров. Вот начинается. Срок сев один тот же, 25 августа. Норма высшего все так же. Все так же. Значит, это уже в расчете на агротехнику семенных посевов. Чтобы можно было посеять и все лето ходить по междурядью свободно, чтобы сортовую, вернее, видовую и сортовую прочистки делать. Вот это с точки зрения. Как? Ну, если посмотреть, вот, ну, густые. Ну, густые. Можно, возможно, еще с этого. И уменьшить норму высшего. уже вот на сегодняшний день можно уже определенные выводы делать. И вот первое какой. Чем раньше мы сеем, тем надо реже сеять. Чем надо реже. А потом второе, значит, что? Ну, в советских учебниках всегда говорилось, что вот ранний срок сева, это они повреждаются мухами, злаком. Это шведская, гесенская, ржавчина. их бьет и в конечном итоге они плохо зимуют. насчет мух я бы не сказал. Хотя, ну, конечно, семена протравлены были. Нормально все прошло. Ни какой ржавчины ничего нету. Вот как будет зимовать? Но это другой вопрос уже. Это, да, другой вопрос. И, в общем, достаточно. Так, значит, осень у нас в этом году была, ну, очень жаркая и сухая. В августе были у нас плюс 35, и это не один день. Такая басня была первая половина сентября. Только дожди пошли только после 20 сентября. Тогда уже пошло влага, тепло и нормально. Ну, тут у нас нормально. Скорость она нормальная была всегда, влага была. С этой точки зрения тут никаких проблем не было. Ну, вот уже тут, да. теперь самая главная задача, вернее, следующая задача, следующий этап, это перезимовка. Вот мы посмотрим на Хвакте, как они перезимуют. Как они перезимуют. Ну, а это, это что? Это уже на следующий год подготовлено. Делянки. А там где-то будет сою, мы будем сеять, пробовать, да, эти самые опыты, закладки. Потому что соя для нас новая культура и с ней надо тоже работать и экспериментировать. Так скажем. Все, что я хотел сказать. Продолжение следует...